Всем привет, уважаемые леди и джентльмены! На ваших экранах игра, которая называется Survival Heroes. Только в этой игре вы сможете бродить по просторам мобильной вселенной этой игры с дурацким штурвалом от корабля на спине и мочить высокополигональных красивых монстров, которые выглядят действительно как в какой-нибудь ПК-игре. Это очень красивая игрушка. Сразу хотелось бы отметить, что я в нее не вложил ни копейки. Играю безо всяких донатов, и она мне очень нравится. Эта игра сделана с изометрической камерой с видом сверху, где вы, если вы не знаете, что это за игра, я вам напомню, где вы ходите в одиночку, либо в составе команды каких-то игроков. Там, по-моему, можно по два ходить, по три, не знаю. Я все время в одиночку хожу. Вас выкидывают с дирижабля. У вас нет в руках никакого абсолютно оружия. Вы оружие находите сами. Оружие может быть коса, как у меня. Может быть меч, лук, арбалет. В общем, очень много различных видов оружия. Даже, может быть, гитара. Даже такое оружие тут есть, как в Fallout 76. Гитара-топор, по-моему, такое оружие. Я думал, что только в Survival Heroes такое оружие. А нет, в Fallout 76 тоже есть такое диковинное оружие. Позже, после этого матча, я покажу вам, какие виды вооружения здесь есть. Вы просто охренеете. Так вот, правила этой игры. 60 игроков смещаются на остров для того, чтобы остался в живых только один. Мы собираем экипировку и выживаем. Вот на данный момент вы можете видеть, что осталось всего лишь двое. Два игрока, я и мой противник. Но здесь я выжить вряд ли сумею. Объясню вам почему. Потому что у меня очень хреновая экипировка. Большую часть времени я пил кофе и не искал экипировку. Поэтому у меня шансов не очень-то много. Но, да ну нафиг. Ребята, я, конечно, не верю своим глазам. Но, наверное, я вроде как даже, может, выиграю. Охренеть, первое место. Да ладно. Да ладно. Вот это прикол. Ребята, ну я вообще не ожидал, что такое может быть. Я в шоке. Слово даю, я не ожидал. Реально. Я просто вот, обратите внимание, в графе убийства единичка. Только я одного чувака замочил. То есть, из 60 игроков я прятался по кустам с тактикой крысиной жопы. Не потому, что я боялся проиграть. А потому, что я просто пил кофе. Ходил там лимон, искал. У меня лимон подсох. Я добавил в чай лимон. И поэтому постоянно прятался. То мне позвонили, я по телефону разговаривал. И я не мог продолжить игру. Ну, в общем, я был занят. Я был занят. А так как я находился один, то есть я играл в одиночку, я никого не подводил, никаких товарищей по команде, ничего. Я думаю, ну что мне, ну проиграю и проиграю. Так вот, просто запись включил для того, чтобы показать вам эту игру. Я ее уже давно-давно не снимал. Она раньше выходила на моем канале. Я и стримы по ней делал. И первые места прямо на стримах занимал. И записывал целиком матчи, в которых брал первое место. Вот можете ввести в поисковике ютуба Botterbin Survival Heroes. Только правильно напечатайте название канала, потому что выдаст вам боксера Botterbin, а не меня. И я по этой игре снимал ролики. Если вы знакомы с моим каналом еще с тех давних пор, то может быть даже кто-то будет помнить эту игру. Но я не снимал ее так долго, что вряд ли даже постоянные зрители будут об этом помнить. Так, я обещал вам показать, какие здесь диковинные виды оружия. Мы заходим в арсенал. Итак, первое классическое оружие это меч. Ничего выдающегося. Здесь есть различные скины на этот меч. Он может быть вот такой вот интересный. Но это естественно все за реальные деньги покупается. Я вам не рекомендую тратить деньги в этой игре. Это все при желании можно как-нибудь выкружить, вымутить, выбить. Смотрите. А вот я сейчас одну секунду буквально отвлечемся от просмотра арсенала. Вот тут кристаллы есть, которые дают бесплатно за просмотр рекламы, что тоже в принципе не рекомендую делать. Просто играйте и все. Вам это будут давать кристаллы. Потом вы заходите в магазин. Вот здесь есть распродажа. И за эти... Нет, подождите. Вот в предметы. Заходите в магазин в предметы. И покупаете на 10 боев умножение опыта. А также покупаете на 10 боев карту золота. Почему рекомендую покупать на 10 боев, а не на 7 дней, как тут предлагается. Вот 7 дней. Там еще 7 дней. Потому что 7 дней не факт, что вы будете играть. А 10 боев вы отыграете точно. И потом вот эти карточки появляются вот здесь и здесь. И таким образом вы можете зарабатывать денюжки, на которые будете открывать оружие. И опыт, на который будут открываться у вас вот такие вот руны, которые усиливают вашего персонажа. Но это все. Это нафиг. Не забивайте головы этой херней. Давайте дальше оружие смотреть. Так. Остановились мы на этом мече. Вот такой вот анимешный меч. Я ненавижу анимешное оружие. Я смотрел аниме. Единственное, которое мне нравится в аниме, это One Punch Man и Аватар Легенда об Аанге. Все остальное аниме мне не нравится. Особенно мне не нравится в аниме вот это гигантское оружие, такое как Final Fantasy. Или есть такая еще игра компьютерная. Там оружие такое здоровенное, просто охерительных, неадекватных абсолютно размеров. Эта игра называется Monster Hunter World. Игра мне сама нравится очень. Я там играл за чувака, который был вооружен посохом. Но, блин, там есть такое гигантское оружие. Нахрена они, эти япошки, такое оружие делать, вообще не понимаю. Японцы, угомонитесь. Так, дальше, лук. Опять же, ну, вы понимаете, да? Неадекватное японское оружие. Держать этот лук понятно. Вот можно за серединку, держишь тут, натягиваешь. Ну, нафиг он весь в лезвиях, весь такой острый, типа, что им драться можно. Ну, блин, ну, неадекватно. Сделайте нормальный красивый лук. Ой, ну, это такой женский вариант. Это тоже. Это, ну, что это? Ну, это вообще неадекватно. Вот, о! Вот это хоть, ну, более-менее что-то такое похожее на лук. Вот. Интересно, сколько стоит? А, видите, вот за билеты можно купить. Билеты, это внутриигровая валюта, которая приобретается только за реальные деньги. Как приобрести билеты иным путем, я не знаю. Вот, видите, вот у меня билетов нету. Так, дальше. Жезл разрушения у нас имеет вот такие вот виды. Ух ты! Красиво. Такой ангельско-новогодний вариант. Дальше. Есть даже драконий мушкет. Это такая вот стильная двухстволка. Кстати, очень качественное оружие. Тоже вот на него есть много скинов всяких разных. Дальше коса, это вот с которой я занял только что первое место. Но это мне чисто повезло, что человек попался в плохой броне, и он уже был ранен немножко. Я только его подтолкнул к поражению. Он уже был к поражению готов еще до нашей схватки. Далее. Есть вот такой вот арбалет. Вот арбалет выглядит, ну, почти как обычный арбалет. Красиво. Ну, и дальше все. Пошла неадекватная херня. Вот эти скины. Ну, блин, дайте мне даже бесплатно вот такое вот. Бесплатно такой вид арбалета дайте. Я хер с ним буду играть. Он же выглядит как, простите, кусок дерьма. Это у нас сфера стихий. Сфера стихий. Это магический артефакт, который тоже является оружием в игре. Посох грома. Посох грома. Это оружие, с помощью которого мы управляем грозой и обрушиваем на головы наших соперников удары молнии. Дальше. Охерительное оружие, которое называется изогнутые клинки. Это парное оружие, которое мы носим по одной штуке в каждой руке. И очень стильный и красивый бой с этим оружием получается. Оно, я не скажу, что такое эффективное, но очень стильно выглядят поединки с этим оружием. Это лазерная перчатка. Говнище. Я не знаю, мне просто не нравится это оружие. Просто не нравится в фэнтезийной игре плазменная пушка. Ну, это бред. Кинжалы. Кинжалы тоже, можно сказать, но более-менее выглядят как кинжалы. Ну и вот все, пошла неадекватная херня. Вот, пожалуйста. Ну, это еще более-менее как бы женский такой вариантик, конечно, но красиво. Тем не менее. Дубина. Ну, это вот полная неадекватщина, конечно. Вот, если мы снимем этот скин, то дубина будет выглядеть, ну, почти как дубина. Вот, а если одеваем, она выглядит вот так. Но я по приколу хожу вот с такой вот херней. Это никакая не голубизна, просто такая расцветка. Она более позитивная, чем, скажем, вот это. Какой-то, не знаю, деревянный кусок чего-то. Не пойми чего. Это как-то вот более прикольно выглядит. Так. Молоты. Привет, уважаемый Тор. Вот такие молоты. Марвеловскому Тору можно передать приятного классно. Вот это классный скин. Он, естественно, будет за денежную валюту. Ну, кто бы сомневался. Я потом вам еще покажу в магазине, сколько эта валюта стоит. Вы просто охренеете, ребята. Это просто абсолютно неадекватные ценники. Клинок Тумана. Очень стильные бои получаются с этим клинком Тумана. Очень стильные. Далее идет у нас Снежное Копье. Тоже стильные бои с этим копьем. Если мы снимем скин, то копье будет выглядеть, в принципе, как нормальное копье. Очень красиво, стильно. Одеваем скин, и оно выглядит, как розовая блевотина Рангутанга. Так. Ну, вот еще, вот еще. Нормальный вид такой вот. Естественно, тоже за реальные деньги. Ну, кто бы сомневался. Так, это книжка, которая называется «Магический фолиант». Герой берет эту книгу в руки, читает заклинания и наносит таким образом урон. Вот перчатки. Это, типа, такие бойцовские перчатки, которыми можно дать пороже. Якорь. Ублюдочное оружие, которое выглядит больше, чем сам игрок. Абсолютно неадекватная херня. То же самое. Боевой клич. Это такое, типа, полено, которым мы бьем других игроков. Но, ребята, оно абсолютно неадекватных размеров, опять же. Далее. Вот такое вот ружье. Меч. Парное оружие. Снайперская винтовка и клинок. И гитара. Та самая, о которой я вам говорил раньше. Я не знаю, как ей драться. Или брать гитару и бить по голове кому-то. Или какие-то музыкальные композиции играть, которые наносят звуковой урон. Ух ты! Смотрите, какая рок-н-ролльная. Ха-ха-ха. Ой. Вот обожаю. Вот это оружие я обожаю. Это щит. Обожаю это оружие. Оно неэффективно. Но мне оно вот очень нравится. По душе. По душе мне этот щит. Он же используется и как ударное оружие, и как оружие защиты. Вот такие вот скины, даже более-менее адекватные на него. И, конечно, хотелось бы приобрести вот этот щит, который напоминает нам про Марвеловского Капитана Америку. Но, опять же, за реальные денюжки. Это у нас драконий меч. Абсолютно неадекватных размеров оружия. Но, в принципе, как бы, если брать его реальный скин, то, ну, как бы, ну, нормально выглядит. Вот, может, даже могу продемонстрировать по соотношению к игроку, как оно выглядит. Вот сейчас, одну секунду, сейчас мы выйдем. Вот. Ну, согласитесь, что размер неадекватный, правда? Ну, выглядит, да, как двуручник, но лезвие, хера, оно такое широкое. Короче, неадекватная хрень. Мы остановились на мече дракона, да? Вот драконий меч. Далее идет тяжелый клинок. Тоже абсолютно неадекватнейших размеров оружия. Не верите? Сейчас покажу. Ну, что это? Японцы. Вот, ну, ты, сука, блин, ну что с вами, а? Игру сделали, конечно, хорошую. Ну, чё вы такое делаете? Неадекватная роль. Или это корейцы? Я не знаю. Простите, японцы. Корейцы. Это понятно, что они меня не посмотрят. Но, тем не менее. Будь то корейцы, будь то японцы. Ну, нахера? Они, анимешники. Вот, тупо нету национальности. Ни японцы, анимешники. Какого хера вы делаете такое гигантское оружие? Вы что, не видите, как реально оружие выглядит? Вот. Например. Оружие, которое называется пожиратель душ. Абсолютно адекватного размера клинки. Самурайские. Вот, пожалуйста. Блять. Не. Немножко всё-таки неадекватное. Ну, хотя бы. Хотя бы. Более-менее. Оно адекватно выглядит. Вот. Сейчас я покажу вам вот этот вот щит башенный. Но он, который вот мне нравится. Сейчас я покажу просто вон, каких размеров этот щит. Он мне почему нравится? Потому что он как у римских легионеров выглядит. И примерно такого размера. Даже, наверное, у легионеров он побольше. Вот это реально щит, который выглядит так, как он должен выглядеть. Конечно. Он немножко тут толстоватый такой. Видите? Вот у него, конечно, стенки очень толстые. Но, тем не менее. Хотя бы он адекватных размеров. Всё остальное, включая вот этот вот клинок, тоже выглядит охереть как неадекватно. Далее. Плазменные стволы. Вот такие вот интересные пистолеты. Очень такой красивый дизайн у них. Ну и опять вот, пожалуйста, неадекватный скин, который больше подходит к фантастике, чем к фэнтези. Ну и, конечно, молот. Молот даже показывать не буду. Титанических размеров оружия, которое больше, чем сам игрок. Но это неадекватная анимешная бредятина. Так, вот. Это у нас идёт колесо инь-янь. Тоже очень зрелищное оружие. Эти клинки можно бросать, запускать вокруг себя. Вообще, очень шикарно выглядит. Ну, опять, вот неадекватный скин. Красивых скинов тут нет. Это у нас получается кисть для набросков. Видимо, какая-то магическая приблуда. Я ей ни разу не пользовался. Как она работает, не знаю. Вот этими кровавыми когтями как-то я воевал, но в бою они не особо эффективны. Оружие быстрое, но урон наносит не такой большой, как хотелось бы. Вот. Ну, кстати, на него адекватный скин платный. Ну, опять же, вот неадекватных размеров копьё и щит. Далее идёт клинок тёмных крыльев. Это, наверное, что-то метательное. Или кинжал. Тоже я этим не пользовался. Неадекватных размеров меч бездны. Пожалуйста. Да, красиво выглядит. Да, очень шикарно переливается в лучах света. Но неадекватные размеры всё портят. Elemental Embrus. Это я даже не представляю, что это. Это оружие, которое было добавлено в игру недавно. Его название ещё даже разработчики не перевели. Или локализаторы. Но это понятно, что это фанг. Это веер боевой. Вот если знаете вселенную Mortal Kombat, то такой веер был у принцессы Китаны. Или, как говорит мой папа, принцесса Титана. Постоянно ошибается. Так, что-то тут у нас не открыто. Что не открыто? Всё открыто у нас. Какую-то херню показывает. Ладно. Я вам ещё хотел показать ценники на внутриигровую валюту. Чтоб вы подохренели маленько. Вот смотрите. Для того, чтобы купить скин... Вот мне, например... Сейчас я покажу, какой нравится персонаж. Одну секунду. Нет, не этот, не этот. По-моему, не этот. Другой. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас покажу. Где-то тут был... Да, ёперес, это где он пропал. Может, его уже сняли с продажи. Да, ё-моё. Ну, вот этот более-менее такой... Блин, где-то был тут такой... Более-менее адекватный скин. Я хотел его купить. Да, ёперес, это... Ну, что ж ты будешь делать? Неужели сняли с продажи? Быть такого не может. Ну, ладно. Короче, не об этом. Например, вам нравится этот скин. Мне он не нравится. Ну, может быть, допустим, возьмем какого-то чисто теоретически человека, которому понравился этот скин. Запомнили, он стоит 1718 единиц внутриигровой валюты. Что мы делаем? Заходим. И для того, чтобы купить 750 вот этих вот билетов внутриигровой валюты, нам надо отдать, внимание, 14 долларов 99 центов. 15 баксов. Для того, чтобы купить этот скин, 29 долларов абсолютно неадекватные ценники. Откуда они вообще берутся? 1718 стоит эта херня? А 1500, то есть нам даже 29 долларов, 30 баксов, нам даже не хватит на один скин. Это просто полная неадекватная бредятина. Я не знаю, откуда они берут эти цены. Просто даже не представляю себе. Поэтому нам остается только играть в это дело и не лезть в эти покупки. Давайте катанем еще один матч. Раз уж мы один раз выиграли, надо один раз и проиграть. Поехали. Я сейчас маленькая запись на паузу поставлю, пока идет подбор, потом включу. Все, ребята, понеслась. Нас всех запихали в дирижабль. И сейчас мы будем скоро высаживаться. Хочу дать небольшой такой совет тем, кто, может быть, надумает играть в это дело. Во-первых, ни в коем случае, если вы хотите занять здесь первое место, не вкладывайте все свое умение на бои с другими игроками. Вы всегда успеете подраться. Запомните. Тот, кто много дерется, тот имеет шанс нарваться на игрока в крутой экипировке, прокачанного с скиллом. И вы можете просто-напросто проиграть после первых же одной-двух битв и все. Если желаете занять какое-то достойное высокое место, всегда старайтесь держаться подальше от других игроков. Вот сейчас видите, наверное, тут кто-то АФК. Вот это вот девушка. Владоны, или не девушка, или просто пацаны с женским скином, я не знаю. Сейчас посмотрим. Если АФК, то надаем порожье. Если нет, то будем сваливать. Потому что... Э. А вот и нет, нас разъединили. Не получится порожье надавать. Но ничего страшного. Сейчас мы посмотрим карту. Э. Так. Мы находимся внизу карты. Игровая зона пока не отчерчена. Если кто-то не знает правила этой игры, то я вам скажу, что правило здесь заключается в том, что вот эта огромная игровая карта, она начинает сокращаться. Под действием некоего, не то магического тумана, не то какой-то ядовитый газ выходит. Короче, я понятия не имею. Но если кто-то попадает под воздействие этого газа, он умирает. Поэтому нужно постоянно наблюдать за сужением игровой зоны. Вот смотрите. Есть кинжалы пустоты, которые выглядят в бою очень стильно. Видите? Вот такое вот интересное оружие. И есть коса. Воин с высоким уроном ее может использовать. Но тут убийца. Но я точно не убийца. Как бы за воина я тоже не особо люблю играть. Мне больше нравится играть за танков. Там думать не надо, напрягаться не надо. Вот воин, танк, контроль. Пожалуй, я остановлюсь на снежном копье. Я не буду косу брать. Потому что снежное копье у нас, оно получается оружие ближнего боя для средней скорости атаки. Но, в принципе, для нас сойдет. Розовый скин, кстати. О! Попался. Попался мне игрок, который, не экипированный абсолютно ничем, решил со мной сразиться. Ну, вот видите, какую он совершил ошибку. Игрок с ником Glitter. Первым пал от нашего копья. Так, ну а мы продолжаем дальше искать всякую херню. Вот, кстати, в честь Нового Года елочка. Это для вас, ребятки. Хе-хе-хе. Так, смотрим игровую зону. О, пачки. Все, игровая зона уже очерчена. Мы внутри нее. И это хорошо. Так, находим карманы. Карманы нам очень нужны. Такие кожаные кошелечки, которые мы цепляем к своему телу. В этих кожаных кошелечках мы можем переносить бутылочки со здоровьем. Точнее, с эликсиром, который пополняет здоровье. И можем также переносить различные колбы со свитками лечения. Ключи от сундуков королевских. Вот, королевские сундуки. Это отдельная классная штука. Благодаря которой мы можем найти очень-очень полезные снаряжения. Вот еще одна елочка. Вот тут поставим. Ох, какая красавица новогодняя. И на верхушке звездочка. Все как полагается. Все как у людей, короче. Я как-то помню, вел стрим по этой игре. И на стрим зашел мужик. Который жестко на меня наехал. Почему-то он посчитал, что я обязан снимать только то, что нравится ему. Он пишет мне в чат. Я такое не смотрю. Я сразу не отреагировал никак на его комментарии. Пишет второе сообщение. Мне больше нравятся стрелялки. Он печатал именно так. Мне кажется, именно так он думал, когда писал. Снимай по Волфенштейн. Я еще видео по Волфенштейн снимал. Стримы по игре Волфенштейн. Может, знаете там. Волфенштейн New Colossus. Там Youngblood. Youngblood, точнее. И прочее. Вот. И он мне. Снимай по Волфенштейну. Такое. Я такое не смотрю. И я ему написал, что так, может быть, смотрит кто-то другой. Это такое. Ну, короче, он мне на это ничего не ответил. И я увидел, что стало на одного зрителя меньше на стриме. Он, короче, обиделся на меня. Решил меня не смотреть. Может быть, даже отписался. Не знаю. Но он наехал. Наехал на меня. Опа, 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 опа. Вот видите? Двое дерутся. Третий не влезай. Золотое правило этой игры. Запомните его, пожалуйста. Двое дерутся. Третий не влезай. Но тут я влезаю. Почему? Потому что раненого нужно добить, чтобы он не мучился. Чтобы он не мучился, мне его надо просто домонтулить. Все. Готово. Вот у меня уже трое на счету. Вот воин танк. Меч наказания. В принципе, я могу взять. Но, ребята. Колеблюсь я. Ой-ой-ой-ой. Еще один игрок. Догоняем, догоняем, догоняем. Из кустов. Из кустов решил на меня напасть. Все. Я надеюсь, что сумею его догнать, добраться до него. Готов. Так, четверых уже я записал на свой счет. Ну, в принципе, нормально. Уже, знаете, и проигрывать будет не так обидно. Ах ты ж, мазафака. Есть пятеро. Ну, я, видите, я тут как бы как стилер. Как стилер играю. Просто как стилер. Забираю славу других игроков. Просто-напросто. Ай, падла, подошел. Какой нехороший человек. Вот шестерых. Я уже, видите, хотел меня добить. Вот этот вот мужчина, который вот тут бегал. Цоп-цоп-цоп-цоп-цоп. Ах, упустил я. Не, нифига. Мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой. Заберу-заберу-заберу. Заберу-заберу-заберу. Мой-мой-мой. Стоять, 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 дядя. Стоять, я сказал. Стоять. Хе-хе-хе. Все. Семеро, ребята. Семеро одного не ждут. Один семерых отмудохал. Не, ну а шо? Не, ну а шо? Так. Че-то как-то нам повезло, да? Вообще семерых получилось покнуть. У меня рекорд, по-моему, было 9 или 8. Не помню точно. А, так это можно таблицу глянуть. Это можно будет потом посмотреть таблицу, какой у меня рекорд. Сливов тоже, конечно, до хрена. Спора нету. Потому что постоянно же, ну как играешь? Играешь, когда есть кусочек свободного времени. А когда есть кусочек свободного времени, набираешь чашечку кофейку. Начинаешь потягивать кофеек. Там что-то еще делать. И то отвлекся, то там кто-то позвал, то кто-то позвонил. И все. И это слив. Или пошел что-то там делать. Одновременно с игрой. Там, я не знаю, там, блин, картошку чистить. Пока персонажа в кусты отвел. Игровая зона сужается. Он сидит, отсиживается. Вот, хоп, его в кусты завел. И пошел там что-то делать. Там, картошку себе чистить. И все. Приходишь, а его уже мудохают там по полной программе. Конечно, где же ты тут места займешь. Или смотришь одновременно фильм. Какая-нибудь интересная сцена в фильме. А ты тут раз. И как раз в этот момент попадаешь под раздачу. Ну, одно только радует, что никого не подводишь. Вот, сам проиграл, типа, ну, сам виноват. Так, мантия, мантия, мантия нам нужна, конечно же. Мы ее покупаем. И у нас остается совсем мало денег. Остается совсем мало у нас деньжат. Так, мы переодеваем сапожки. Ненужные сапожки мы выбрасываем. И идем дальше. Ломать лица, конечно, если получится. Так, елочку поставим. Где? Вот давай здесь. Елочка это вообще херня, которая помогает нам видеть приближение других игроков. Так, хорошо. Зелье здоровья. Видите, в королевских сундуках, помимо снаряжения, есть еще очень ценные эликсиры. Которые могут помочь в горячей битве. Из 60 осталось 16 игроков на карте. Семерых. Покнул я. Ну, это не потому, что я крутой игрок. Это потому, что просто повезло, что попадались такие моменты, что или дрался кто-то, я добивал, или игроки, у которых плохая экипировка. Я не могу сказать, что я такой уж тут умелец прямо там. Бывало, что только высадишься из дирижабля, просто тебе по рылу надавали сразу и все. И пошел отдыхать опять в лобби. Я люблю монстров бить, обожаю бить монстров. Я как-то вот помню, играл в паре с одним чуваком. Он там что-то какую-то тактику там разрабатывал, что-то пытался делать, а я мне вообще по барабану. Я монстров херачу просто и все. Мне тактики эти были до одного места. О, восьмой подоспел. Слушайте, я может сейчас рекорд какой-то ставлю, даже сам не знаю. Посмотрим потом. Тут еще, понимаете, ты можешь по убийствам поставить рекорд, а один хер даже в пятерку лучших не войдешь. А почему нужно войти в пятерку лучших? Объясняю. Если вы войдете в пятерку лучших, то вам дадут такой классный сундук, в котором различные руны ценные могут быть. Ну, в общем, много всяких ништяков может быть в сундуке для игроков, вошедших в топ-5 по концу матча. Вот, например, остается пять игроков в живых и вас убивают. То есть, вот все, в топ-5 вы уже вошли и вам дается вот этот сундук. Я не помню, за третье место дается какой-то ништяк или нет, но за пятое точно помню, что что-то дается, потому что я часто был четвертым, пятым оставался. О, сейчас монстра попробуем победить, гиганта. Ох, нихера, смотрите, как он мочит. Нормально. Нормально, товарищ Козлевич. Это какой-то Титан, наверное. Титаник. Вот тоже, да, гигантский корабль назвали не Титан, не Титанище, а Титаник. Потонул корабль, столько жизней унес. Да, вот тяга человечества ко всему большому, видите, до добра не доводит. Это можно увидеть было на примере Пизанской башни, которая накренилась, Вавилонской башни, которая до добра не довела. Вывод. Человечество, не делайте гигантских сооружений. И анимешники, японцы, корейцы, я вас прошу, не рисуйте вы вашим персонажам такое гигантское оружие. Ну, ваши игры играют не только маленькие детки, которым все пофиг, какого размера там то оружие. Они не разбираются им вообще по барабану. Играют еще взрослые дяди, типа меня, которые такой херни не любят. Поэтому, большая просьба к анимешникам, если вдруг, может быть, какой-то аниме-художник смотрит это видео, или может даже создатель игры там зайдет, конечно, это маловероятно, но тем не менее. Просьба не рисовать героям гигантское оружие. Вот меня кто-то преследует. Я почему убегаю? Я бы подрался, ребята, подрался бы обязательно. Но просто мне нужно сбежать с этой от воздействия тумана этого заразного. Все, еще минус один будет. На мой счет, горюха, запиши. Запиши, я прошу, запиши. Есть, девятерых по стилю. Нормально, нормально. Не, ну а шо, не, ну а шо, баловаться, не, ну а шо. Седьмое место у меня уже есть. Но седьмое место, это, конечно, говнище, никому не нужное, потому что нужно занять, как я уже говорил, пятое место для того, чтобы... Далее сундук. Сундук-бурундук. Так, а что-то мне кажется, что кто-то тут у нас бегает без присмотра. Двое дерутся, третий не влезай. Нарушаю золотое правило. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мамуля, мамочка, маманя. Все, я убегаю отсюда. Ну его нахер. Срочно выпиваем колбочку. Если у вас мало жизней, то сперва нужно, конечно, маленькую колбу пить, а большую уже потом. Потому что большая колба выпивается дольше, чем маленькая. Там больший объем эликсира. Все, теперь можно идти херачиться. Если там кто-то еще остался в живых, то вы без труда сможете их забрать. Козлоу. А я сказал, козла доил. Иди сюда. Так. Ты что тут носишься? Мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой. Все равно я тебя заберу. Заберу-заберу-заберу. Заберу. Ой, заберу-заберу. Ой, заберу. Хе-хе-хе. Знаете, так в садике с детками забавляется. Ой-ой-ой-заберу. Ой, найду-найду. Текс. Нихера жизни не регенерирует, мне показалось. Ух ты ж, мать твою. Нифига. Вот это я, сука, попал под раздачу. Блин, четвертое место, паскуда. И кто это меня захерачил? Кто-то тоже с копьем, по-моему, да? Да, тоже с копьем. Видимо, экипировка была получше. Так, ну, ранг А дали. Топ-10 Адак, подожди. За топ-10? Не, нифига, за топ-5. Я знаю, что сундук дают за топ-5. А топ-10 это просто, наверное, типа как награда какая-то считается. Где мой сундук? За топ-5. А-а-а, этот сундук дается один раз в сутки. Я его уже сегодня забрал. Вот первое место, когда занял. Я при вас его открыл в начале видео. Точняк. Все, вот теперь понятно. Рунная шкатулка. Тут может быть руна второго уровня, которая нам нахрен не нужна абсолютно. Потому что у меня все руны уже, там, по-моему, четвертый, пятый уровень. Да, то есть второй, это уже шлакоблок. Я вам обещал показать статистику. Статистика ПВП. 4 победы, 26 убийств, 11 боев. Победа эта имеется в виду, когда я занял первое место. В топ-10 я попадал 63% из 100. Побед 36. Ну, тут, конечно, не так, как там в каких-нибудь танках, когда у тебя победа считается общекомандной. Тут победа засчитывается только, когда ты остался на ногах 1 из 60. А вот и наша по убийствам таблица. Вот сейчас я занял в землях Ашай четвертое место с результатом 9 убийств. Первое место с результатом 1 убийство. Восьмое место с результатом 1 убийство. Первое место с 5 убийствами. 57 место 2 убийства. 60-е ноль. Это я, наверное, пошел там что-то чай пить. Тут показано, с каким я оружием был. То есть это было самое начальное оружие. Тут вообще с голыми кулаками, просто тупо отмудохали и все. Второе место занял с результатом 1 убийство. 48 место. Это первое. А тут вот 5, наверное, даже, вы знаете, 9 игроков я обыграл. А, вот 12 игроков. Нихера себе. Первое место и 12 игроков я покнул когда-то. Ну-ка подробнее посмотрим. Ранг 3С. Вот у меня было какое снаряжение тут видно. Вот это да. Нормально. Нормально. Ну, больше 12 уже точно не будет. Вот опять 2 вторых места было. Вот еще первое место. Короче, больше 12 нету. О, 13. О, 13. Первое место. 13, сука, игроков за матч. Да ты что. Вот это да. Нормально. Вот все. Дальше сливы пошли такие жесткие. Вот 56 место. Это я уже, наверное, что-то там не знаю. Может, варенье кушал во время игры, поэтому начал сливаться. Так. Ну, тут вот два первых места. 17. Да ну нахер. О, даже вот 17. Ущелье героев с этим, с арбалетом. 17 игроков покнулось. 60. Да ну нахер. Это было когда? Это было, это было 12 месяц, 26 число. Что-то я такого не помню. Это награды. Я абсолютно в них не разбираюсь, что это такое вообще. Что это за награды, визитки какие-то. Я тоже тут вообще без понятия, что это за херня. Ну и вот такой вот, такая у нас гильдия. Вот я состою в гильдии. Сейчас нахожусь на первом месте в гильдии. Почему? Потому что у меня наибольшее количество очков активности. Не потому, что я лучший из них. А потому, что просто активность проявлял в сезоне, в неделю, в месяц. Тут у меня просто гильдия ленивых жоп. Но я из нее не выхожу. Так как я очень редко в эту игру играю. Поэтому не захожу в нее. Поэтому и не увольняюсь с гильдии. Топ 4% гильдии. Я не знаю, что это значит тоже. Ну, в общем, вот такой вот получился у нас, ребята, матч. Надеюсь, вам понравилось. Это был YouTube канал Butterbean. Лайкуйте, подписывайтесь, колоколуйте. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.